Друзья, приветствую всех! С нами сегодня в эфире Аркадий Милман, израильский дипломат, бывший посол Израиля в России, в Москве. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Здравствуйте, Аркадий! Здравствуйте! Ну вот начну с освобождения заложников, поскольку это самые такие горячие и свежие новости. То, что пишут нам паблики, это что в четверг на волю могут выйти 10 человек и затем каждый день по 10-15 человек и в обмен на это 4 или 5 дней, там непонятно сколько, будет прекращение огня. Есть такое ощущение, возможно, я ошибаюсь, что Хамас просто берет такую логическую паузу, логистическую вернее, для того, чтобы перегруппироваться, подготовиться, еще там что-то сделать, потому что для чего-то им эти дни не нужны. Как вы считаете, так ли это? Я начну со следующего. Вот у меня такой медальон, это жетон, это солдатский такой жетон, который каждый солдат в армии носит. Я когда был в армии, офицером тоже. Мой сын сейчас в армии, офицер тоже с таким. Моя дочь, кажется, служила. Мы все ходим вот с такими жетонами. На этом жетоне написано, что мое сердце в плену в газе освободить заложников сейчас. Это, мы сейчас очень многие ходим, это символ такой солидарности с семьями людей, у которых похитили. Сложнейший вопрос, что вот они сейчас освобождают какую-то часть заложников, а других не освобождают. Вы правы, что тут речь еще может идти о какой-то манипуляции, и не факт, что это будет выполнено, и не факт, что даже после того, как, допустим, 10 заложников, дай бог, чтобы это произошло, на следующий день они повысят какие-то требования и так далее. Почему? Потому что речь идет, во-первых, о террористической организации, вот с террористами, как говорится, которые не играют по каким-то правилам, да, потому что если бы они играли по правилам, то не было бы вот этого улица, который у нас сейчас, который происходит сейчас, и который они нам сделали в Черную Субботу, 7 октября, да, то есть мы должны понимать, с другой стороны, их, это в дополнение к этому, да, не с другой стороны, в дополнение к этому, их руководитель Синвар, который, в принципе, сейчас находится где-то там в бункере, и я думаю, что пока нам непонятно, есть он или нет, и у меня такое впечатление, что пока наша разведка точно не знает делать Сибирь, мне так кажется, вот он, тот портрет психологический, который у него есть, он сидел долго в израильской тюрьме, я очень хорошо знаю, он психопат, вот как можно психопату доверять, да, вот что-то это, он скажет это, это человек, которого чем больнее, чем хуже, ему тем лучше, да, ему не важно, если ему важно были его жители в Газе, 2,2 миллиона на минутку человек, да, а то, может, он вёл себя по-другому, ему всё равно, что бомбят, или они умирают. Ну, эти же люди не факты, да, они же психопаты отличаются тем, да. Один из его представителей на днях заявил интересную вещь, он сказал, когда его спросил журналист, почему вы не даёте простым вот гражданским лицам, мирным жителям у себя там в катакомбах, в своих туннелях, бункерах, под землёй, глубоко, забетонировано всё, почему вы их туда не пускаете, и не хотите сохранить им там жизнь, он сказал, а это вообще пусть организация облённых наций, они типа беженцы, какие они беженцы, они живут на своём секторе Газы, там никого из нас нет, это их территория, они беженцы, вот пусть организация облённых наций ими занимается, это только для моих солдат, как он сказал, боевиков, но мы это не называем террористов, потому что понятно, да, то есть им всё равно, вот поэтому вся эта сделка, она вот, дай бог, чтобы это получилось, потому что освободить даже 5-50 человек, моё личное мнение, это, дай бог, чтобы это было, почему, потому что сейчас речь идёт о ком, сейчас речь, у нас, там у них плену, находится 40 детей, это грудные дети от 10 месяцев и дальше, там уже месяц, там захватили этого грудного ребёнка, мальчика, когда ему было 9 месяцев, уже прошло полтора месяца, мы 10 с половиной месяцев, да, там 40 детей разных возрастов, разных, и 2 года, и 3 года, и 4, и 5, и 6, и 12, там все, и там 13 матерей, если я правильно помню, там шла речь, потому что там не до конца понятно, и вроде бы, по нашим данным, там 13 матерей с этими детьми, которые взяли, там есть дети, которые без речи, там есть одна девочка, у которой папа с мамой убили, их похоронили, она одна, она сирота уже, она там плену, ей 4 года. Аркадий, я читала 80 женщин и детей, вот вроде бы говорят. Нет, это нет, я вам объясню, я вам объясню, почему это. Вначале речь шла о 100 человек, потом они снизили на 80, потом конечная цифра 50, но сегодня появилась ещё одна информация, что может быть это будет 53, то есть вот это между 50 и 53, опять же, потому что это 13 матерей, но поскольку непонятно, почему согласились на 50 до 3 матерей, где-то не оставили, но теперь говорят, что это вроде бы какие-то пожилые женщины, и нам непонятно, может какую-то мать там убили какого-то ребёнка, да, вы понимаете, мы же не знаем, мы же что-то не знаем, может они, там есть, например, солдатка, которую убили, и солдаты нашли её тело, её захватили, в заложники, в плен её взяли, и убили её. И до этого был какой-то фильм, который мы видели, да, видеоролик маленький, где там было её лицо, было видно, что она жива, и через несколько дней обнаружили её тело, мы не знаем, да, теперь они могут отпустить 10 человек, там, два дня отпускать, а потом они скажут, нет, а теперь у нас условия такое-такое-такое-такое. Теперь им взамен выдают их женщин-террористок, у которых на руках их, их по горло крови у них, всё тело у них крови, и подростки, которые участвуют в террористических актах, все люди, все вот эти террористы, которые сидят в наших тюрьмах, они сейчас освобождают женщин и несовершеннолетних. То есть где-то приблизительно 150 на 50, это идёт 1 к 3, приблизительно вот так. Моя личная точка зрения, я говорю это простым языком, чёрт с ними, с этими террористами, нам нужно освободить наших людей. Это немыслимо, что в октябре, сегодня мы уже в ноябре, то, что произошло в октябре, в ноябре 2023, чтобы государство Израиль не могло защитить своих жителей, чтобы их взяли в заложники, вот эти террористы, это уму непостижимо. Поэтому надо сделать всё, чтобы они были освобождены. А потом будем разбираться, потом тут, внутри будем разбираться, там. Поэтому понятно, что они используют это для логистической перегруппировки, как мы сказали, понятно, что они подтянут ещё что-то, но те силы, которые у нас там сосредоточены, они превосходят их. В конечном итоге мы их добьём, но вот эта нервотрёпка с этими заложниками, для нас это большая боль, потому что не приведи, Господи, мы же не знаем, а если они будут их убивать? Вы понимаете, как это психопаты, это террористы, это ненормальные люди, да? Как, понимаете, это профиль людей, психологический профиль, да? Такой, что мы же говорим, это же уголовники. Вы понимаете, как? И мы зависим от этого, и что мы можем сделать? Говорят, что по условиям вот этих договорённостей, после освобождения заложников, Израиль выпустит из тюрем где-то около 150 заключённых, приговорённых к разным срокам терроризма, также разрешит поставить в газу топливо и расширить объём гуманитарной помощи. Но там есть один непростой вопрос, и хочу вам его задать. Говорят, что в списке заложников не будет иностранцев. Почему? Там же ещё есть иностранные заложники. Нет, смотрите, там как есть. Там есть часть тайландских рабочих, которые у нас были. Один танзанеец, который был студентом в сельскохозяйственном институте и работал в одном из этих кибуцов, его убили, его взяли в заложники и убили. Тело наши солдаты нашли и уже это тело перевезли в Танзанию. Его там должны хоронить. Есть ещё заложники, у которых двойной гражданство. Израильская и ещё какой-то. Так как есть заложники с израильским гражданством, семья одна, четыре человека, и у них есть даже российское гражданство. Есть, по-моему, один человек с украинским гражданством. В чём ещё проблема? Что мы не до конца понимаем, есть часть людей, которые пропали без вести. Мы не можем определить тела, потому что их так сожгли, что невозможно определить по ДНК и идентифицировать их. С другой стороны, мы понимаем, что есть часть людей, ещё которых они взяли в плен, а мы не знаем, кто это точно. И там тоже проблема с идентификацией. Мы знаем, что несколько тел убитых, они захватили с тобой, они на этими телами поиздевались. Есть такая, бегает картинка, где голая женщина молодая лежит, и они на ней ногами топчут и режут, там её ужас полный. Ну, чтобы понимали, там пали головы и спаривали беременным женщинам животы. Но Гутерлист, вы понимаете, генеральный секретарь ООН, его это не шокировало. И Путина это не шокировало. У него, как он сказал, когда про палестинцев, сжимаются кулаки и слёзы на глаза наворачиваются. Только когда вот это делали, у них почему-то слёзы не наворачивались и кулачки не вздевались. Вы понимаете, когда вот мы ставим на весы, вот просто, да, вот чисто так вот со стороны на это посмотреть. И Гутерлист, и сегодня Брикс, они, и Ромофоза, южноафриканец, они прямо уже нашего посла отозвали уже в Израиль. Он же хочет разорвать дипломатические отношения. Он только забыл, что когда был апартеид, то еврейская община, и там были люди, которые помогали Нэнсону Манделло, и режим, который был апартеида, их хотел казнить. И они еле-еле оттуда сбежали. И они помогали этим чёрным, несчастным людям, которые там были, этим африканцам. Это Ромофоза уже забыл. Потому что АНС, это Африканский национальный, АНК, да, АНС, да, по-английски, Африканский национальный конгресс, АНК, они абсолютно пропалестинская позиция. Не важно, что. Не важно, что эти сделают, всё оправдано. Всё оправдано. Понимаете, это течение. Вот эти плохие, они всех репрессируют и так дальше, а эти репрессированы, они самые лучшие. Это же не так, да? На самом случае это не так, да? Это совершенно другая история. Ну вот, понимаете, как и вот, вот так это всё и закручено, и сложнейшая тема. Сложнейшая тема. Аркадий, а как вы объясните вот этот наезд Турции, да, и в частности, Эрдогана тем, что он тоже фактически возглавляет такого же рода организацию? Ну, потому что многие считают ту партию, которую он возглавляет, тоже, так сказать, не совсем партией. Либо же это просто, для него, ведь Эрдоган же как бы всегда руководствуется только какими-то экономическими интересами. Либо же он здесь занял российскую позицию, либо ещё какие-то причины. Почему он позволяет себе такие вещи говорить, что там Израиль террористическая организация, ещё там какую-то чушь. то есть он много сказал тяжёлого и плохого для Израиля, очень много. Я не представляю себе, как он из этого потом будет выходить. Пусть это даже такая политическая риторика, но а как от неё отмываться потом? Ему всё равно. Ему просто всё равно. Эрдоган – это человек, которому можно на белое сказать чёрное, на чёрное белое. Это как бы не проблема. Это и нашим, и вашим, и тут в Украине он Байрактары разрешил продавать. С Путиным он обнимается, целуется, для него там серый экспорт идёт через Сурцову. Это там немножко, извиняюсь, турецкий базар. Купить, продать, неважно что, совести там нету, но он исламист. Он реально поддерживает Хамас. Хамас, представители Хамаса на его территории открывали офисы. он им давал полностью свою эгиду для всяких там дел, которые явно пахли очень нехорошо, и явно там были всякие плохие, плохие, скажем так, намерения у этой стороны, у Хамаса. И когда было до этого блокада газы, опять же, из-за чего? Потому что они по морю хотели перевезти оружие, нам пришлось блокировать. Это превентивная мера, если хочешь себя сохранить, и факт, что защитить, ты должен это делать. И тогда он послал так называемый корабль Марморос, который там был целый скандал, потом мы извинялись, там действительно наши солдаты не совсем правильные, и те, кто принимал решение брать этот корабль, чтобы как-то его, не знаю, не дать ему прорвать эту блокаду, допустили там некоторые ошибки, там действительно были убиты люди, там неправильное было сделано, мы извинялись, заплатили какие-то там компенсации. Потом у Эрдогана так, кто у нас, у него любовь с нами, кто он нас ненавидит и так далее. Но надо признать, мы тоже допускали какие-то ошибки. Сейчас мы, скажем так, находимся в такой ситуации, что мы понимаем, что он, это очередной у него такой, скажем, скачок в сторону, это как американские горки. То все хорошо, то резко вниз, вот так. Вот это все время находится в такой турбулентности. Мы привыкли к этой турбулентности. Знаете, тут такой, у меня есть личный такой момент интересный. Я в Тель-Авиве в 70-е годы, когда был совсем юношей, мы жили на улице, на котором были, было тогда расположено особняк, турецкое посольство. Старый такой домик, двухэтажный, такой в Тель-Авиве, построенный в 30-е годы, это было турецкое посольство. И тогда были отношения очень тяжелые, тогда середина 70-х, тяжелые были отношения, там все равно было несколько этих дипломатов, там стояла эта дипломатическая машина. Потом они решили из этого здания уйти, потому что отношения со всем уже стали плохими, они не знали, что делать, эти дипломаты уехали из Израиля. И потом мы, жители этой улицы, долго уговаривали мэрию городу не сносить этот засобняк, потому что мы считали, что он представляет какую-то историческую ценность. Но в конце концов его снесли, построили там ужасно некрасивый высотный дом. И так это все закончилось. Причем этот дом был на очень особенной улице, потому что эта улица, это была первая мэрия Тель-Авива, на улице, в которой мы жили. Там музей известного из самого главного классика израильской современной поэзии Хаим Нахман Бялик, родом из Одессы. Потом там художник Реу Вен, его тоже дом-музей на этой улице. Там такой дом-музейный, все, и было это красивое очень здание, но вот мэрия решила все-таки это снести, там построить, там была целая длинная история. Потом отношения вдруг улучшились с Турцией, и они переехали в такое большое здание, и по сегодняшний день там большое посольство, большое здание, у них на улице посольство, это улица Айракон называется, недалеко от моря, там вид на море у них нет, там гостиница Гильтон им не дает посмотреть на море, но очень хорошее место, там пока не все, там никто пока не уехал, ничего, потому что наши сотрудники из нашего посольства Макаре переехали из-за различных угроз назад в Израиль, сейчас они находятся в Израиль, поэтому, ну, с Эрдоганом это будет дальше продолжаться так, это всегда будет то вдруг любовь, то вдруг ненависть, то вдруг мы во всем виноваты, потом мы вдруг стратегические партнеры, мы привыкли вот к этому такому маятнику, то в эту сторону, то в другую, вот так это все идет, или эти американские горки, сравнения, в общем, сейчас мы внизу, да, сейчас критическая точка, она внизу. Интересная позиция Йемена, потому что, знаете, когда они ведут себя как сомалийские пираты, а ведь они не сомалийские пираты, они же не голодранцы, там с какими-то действительно ржавыми автоматами калашников, вполне себе страна, и когда они захватывают, когда они стреляют ракетами, захватывают корабли, но это довольно странно, и какова сегодня позиция Израиля по отношению к Йемену, потому что они, насколько я понимаю, они судно захватили не Израильска, ну там под британским флагом, что ли, или еще под каким-то... Японским, под японским. Под японским тем более. Это такой международный экипаж, там есть и британцы, и украинец, говорят, даже есть. Да, 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 ну корабль, по идее, он израильский был, и мы просто зафрактовали, но там не было ни одного россиянина, он полностью зафрактован японской компанией, логистической аншоу. И я все-таки должен отучить, вы знаете, это все-таки они немножко голодранцы. Они не сержавыми, они голодранцы с баллистическими ракетами. Вы понимаете, это абсурд, да? Это обезьяна с гранатой. Вот они парадоксы современного мира, голодранцы с баллистическими ракетами. Какое представить себе? Теперь о чем идет речь? Речь идет о северной части Йемена, которые захватили Куститы, у которых их верб это против Америки, против Израиля, и чтобы все евреи сдохли. Вот так у них написано на их гербах. Поэтому они полностью поддерживаются, они шииты, они полностью поддерживаются, финансируются Ираном, и оттуда вот эти ракеты, и оттуда вот это все. Американцам это очень не нравится, потому что они атаковали саудовцев, они представляют большую угрозу для архитектуры безопасности в Персидском заливе. Они ведут себя абсолютно, скажем так, ну, безответственно точно, и они являются очагом вот такого беспокойства в регионе. Они действительно выпустили в нашу сторону несколько этих ракет, которые удачно сбила наша система. так называемая система Стрела-3, очень хорошая система, которая баллистическая, назбивает баллистические ракеты вне атмосферы, то есть на высоте 50 километров, там уже нет атмосферы. И поэтому остатки даже на землю непонятно, растворяются в воздухе, там мельчайшие эти, и все, в принципе, на этом все закончено. это очень удачные были системы испытания в боевом стандарте наших вот этих систем, поэтому тут можно сказать, что система себя доказала, и не один раз уже. Кстати, одну из этих систем купила Германия. Она продавала, сделка была до вот этого боевого задания, но как бы боевое задание доказало, что Германия правильно сделала, что купила эти системы, и в принципе эти системы, они как бы работают. Теперь, вот эта часть Куситова объявила нам войну, мы это пока не, скажем так, мы не приводим к боевым действиям, потому что пока мы ждем, у нас задача решить вопрос с Хамасом и Хизбалла у нас на севере, но если они начнут вести какие-то боевые действия, посмотрят, то безусловно будет очень сильная ответная реакция, я думаю, тут американцам это тоже не понравится, они тоже займутся очень серьезно ими, потому что там недалеко и пятый флот американский, и там в Персидском заливе это абсолютно никому не нужно, и вот этот отчак такой нестабильности, а Хусит это именно отчак нестабильности. Вы знаете, когда началось все 7 числа, некоторые эксперты говорили, вот я вам задам, может быть, на вопрос, говорили о том, что Иран может закрыть Персидский залив, так ли это, и что это будет очень плохо для экономики, и для нефти, и прочее-прочее. Насколько это так не фантастическая теория? Ну, смотрите, пока никто ничего не закрывал, потому что там идут корабли с нефтью, которые тоже необходимы Ирану для продажи, да, там необходимы другим странам, это наручит серьезный баланс, который сегодня более-менее существует. Технически они могут это сделать? Технически? Если они выпустят свои военные корабли и начнут стрелять, то, конечно, они могут закрыть, да, но практически, я не думаю, что они сейчас настроены это делать, потому что тут сразу 5-й американский флот, и потянется 6-й флот, и там начнется такое, что я им не завидую просто. Я думаю, что они принимают в расчет все эти элементы вот этой нестабильности, которые могут привлечь... Пока они себя ведут очень скромно. Пока они себя ведут очень скромно. Ну, смотрите, да. И я думаю, что Си же с Байденом о чем-то договаривались все-таки, ведь Китай играет колоссальную роль, колоссально влияет на Иран. Вот. Я думаю, что они тоже как-то проговаривали Байден и Си этот момент, и как и другие моменты при встрече. То есть 100% они это проговаривали, тем более, что Китай закупает иранскую нефть тоже, и ему идут оттуда корабли в Китай. Поэтому ему совсем будет неприятно видеть какие-то изменения в этой ситуации, потому что это сразу нанесет ущерб китайской экономике, которая сейчас тоже находится в такой ситуации, что Си балансирует, ему непросто. Поэтому в этой ситуации ему надо было как-то договориться. Явно они обсуждали с Байденом этот вопрос. И явно Иран к этому прислушался. Потому что тут интересный момент. После того, как хамасовцы побывали в Тегеране, то по словам источников средств массовой информации Ирана, поскольку хамас их не предупредил, что они 7 октября будут атаковать нас, поэтому Иран не будет вмешиваться. Вот так они заявили. Но пока мы не видим прямого вмешательства именно сейчас боевые действия. Понятно, что они знали о том, что они готовят. Понятно, что оружие шло, деньги, финансирование. Все это шло. Но может быть действительно такая ситуация, что они иногда, знаете, иногда даже эти лгуны говорят правду. И может быть действительно они не знают. Тут может быть такой момент. Потому что если бы знали, это было скоординировано, то может быть это выглядело бы хуже, скажем так, для нас. Но тут и такой момент. С вами, как с профессиональным дипломатом, интересно всегда обсуждать, чем сердце успокоится. Просто ваши прогнозы интересны. Смотрите, премьер-министр Нетаньягу высказал, насколько я понимаю, средства массовой информации против восстановления в секторе газа власти палестинской автономии. Означает ли это, что Израиль планирует взять газу под контроль? Или нет? Смотрите, тут вопрос очень сложный, я вам скажу. И вот вы прямо в точку тогда. Почему? Сейчас, вы понимаете как, закончатся когда-то военные действия. Я не знаю, это через месяц или через год. Это длинная может быть история, потому что отлавливают все эти террористов и еще под землей, где мы точно не знаем, как расположены эти бункеры их. Это длинная история. Разведке надо работать и солдат. Это очень сложная операция. У Натаньяу на протяжении многих лет у него полная обсессия с точки зрения неприязни палестинской автономии. Те договора, которые между нами существуют и палестинцами, несет ответственность эта палестинская власть, палестинская автономия. И возглавляет ее Абу Мазен, который является президент вот этой палестинской автономии. У Натаньяу полная аверсия. Он отрицает. Он не может слышать палестинскую автономию. У него вот такая обсессия. При такой ситуации он не может сказать, что вдруг власть перейдет к этой палестинской автономии. Более того, палестинская автономия и сам Абу Мазен, учитывая всю конфликтную ситуацию и сложные отношения, он не может прийти к власти в Газе на израильских танках. Вы понимаете, это выглядит для них как унижение, как это так, они своих же граждан, которые те же самые палестинцы, они на израильских танках, их фактически Израиль ставит теперь во главе сектора ГАЗа. Поэтому с этой точки зрения, вот в начале, после того, как закончатся военные действия, если мы говорим о том, днев в 6 часов после войны, то понятно, что пока на Таньяу власти никакой палестинской автономии там не будет. Поэтому по всей вероятности, как логической какой-то, скажем так, если мы делаем логические выводы, все-таки это правительство и на Таньяу, у него есть своя логика, он умный человек, можно с ним не соглашаться, но он опытный человек и понимает, что он должен предложить какой-то вариант. На данный момент пока он не предложил никакого варианта американцам, которые требуют от него получить ответ. То будет на следующий день. Мы хотим знать. Американцы всегда думают на несколько шагов вперед. Мы в последние годы так не думаем. Теперь многое зависит от той ситуации, которая будет на поле боя. Сможем ли мы их победить за месяц-два или это все растянется на годы или годы. Мы уже были в болоте, в Ливане, в которой мы не могли никак выйти, годами там сидели и погибали наши солдаты. И все равно там мира никакого нет. Это страна, которая находится вообще на кране банкротства, которая полностью раздраивает, причем такой, что вряд ли когда-то, скажем так, в ближайшем будущем, или даже если мы говорим о каких-то средних периодах времени или длительных, через, не знаю, 20-30 лет, невозможно просчитать. Опять же, проблема из-за хизбалита, российской организации, из-за внутренних противоречий, арабы-христиане, арабы-мусульмане, они не могут найти никак какой-то компромисс и так далее. Вот понятно, что в секторе Газы по всей России будет какой-то создан механизм международный, который явно должен включать в себя арабские страны. Это Египет обязательно, Эмираты, может быть, Саудовская Аравия и Ордания, на территории которой по-прежнему еще палестинцы, они тоже чувствуют себя очень неуверенно и боятся, что будет нарушен какой-то вот сейчас баланс, который существует, и там тоже будут какие-то беспорядки. Вот эти страны должны будут собраться, придумать какой-то механизм во главе с американцами, без американцев туда не обойдется, отодвинуть Россию в сторону, потому что Путин это страшно будет. Он будет только мешать всему и продолжать делать все, чтобы было там только противоречия, чтобы отвлечь внимание. Вы понимаете, вот сейчас все занятые проблемой сектора Газы, как будто бы в Украине нет войны. Все, там все хорошо в Украине. Он же этого хотел, он же этого хотел, и он два года готовил вот это седьмое число. Я уверена, что это он делал вместе с Ираном. Ну явно там они знали и помогали и так далее, потому что не знали, что это начнется с 7 октября, но эти все каналы были рады, что типа подарок Путину 7 октября, день рождения, вот Хамас так сделал, отвели все внимание от Украины, теперь Россия может там делать, что хочет, как будто бы нет войны. И поэтому с этой точки зрения я думаю, что вот опасения, что там будет палестинская, не будет там палестинской автономии, пока Натальяо премьер-министр, если по каким-то причинам его сменят или он уйдет, то тогда будет полностью переиграна вся эта система. Ну что уйдут другие партии с ним, там будет полностью поменяется правительство, и тогда все будет идти в совершенно другом направлении. Но то, что нужно думать уже сегодня, что будет в 6 часов после войны, это необходимость, это не так, мы сейчас сначала что-то сделаем, а потом посмотрим. Это так не работает. Уже надо думать о том, как это будет, потому что понятно, что мы превосходим их по силе, по возможностям, по всему. Но может быть гуманитарная катастрофа, там 2,2 миллиона человек, которые скучены на такой территории, и туда мы подаем воду и электричество, и вот сейчас, если будет эта сделка, то там еще будет 300 грузовиков гуманитарной помощи каждый день на минуточку, же им нечего есть, а Хамасу все равно, там будут они, если будут помирать, или будет там эпидемия, им все равно, они же, понимаете, там тоже количество денег, которое они смогли каким-то образом для себя получить от своих финансовых источников из Ирана, из Катары и так далее, там же сотни миллионов долларов на их личных счетах, да, гения, который там из политического отдела, бывший премьер-министр газа, сектора газа, он сидит где? Он сидит в гостинице, одной из самых дорогих Катарей, где там ночь стоит, не знаю, тысячу долларов, да, и никакой проблемы, да, а у него тут люди нищенствуют, да, но они же миллиардеры, понимаете, Four Seasons, это одна из самых дорогих гостиниц в мире, да, вот он сидит, там все хорошо, не понимаете, поэтому тут такой сложный очень момент, очень сложно. Ну да, потому что, почему я им задал этот вопрос, потому что, с одной стороны, Израиль же никогда не будет там свои паспорта выдавать, тогда, тогда как квалифицировать присутствие Израиля, ну, это действительно дело будущего, будем смотреть, что делать с севером, Аркадий, потому что, ну, с одной стороны, действительно, есть резон там нанести удар по Хизболе, да, серьезный, не там, не дожидаясь, когда они нападут, когда будут серьезные там какие-то события и так далее, с другой стороны, все равно на два фронта сейчас Израилю не, так сказать, очень невыгодно, вот как, с вашей точки зрения, будет решаться этот вопрос, а он есть уже, стоит на повестке. Вопрос стоит, он тоже очень, вы понимаете, мы находимся в такой сложной ситуации, говорилось, и это, кстати, в печати проскочило, в самом начале, после нападения Хамаса, речь о том, что, может быть, следует сделать примитивный удар по Хизболе, потому что там, по всем нашим оценкам, то, что сегодня с Хамасом, это цветочки, а там вот ягодки, то есть это в разы больше, во-первых, у них потенциал приблизительно 150 до 200 тысяч ракет разного, радиуса дальности, они могут покрывать пол нашей страны, если не больше. Понимаете, 150-200 тысяч это огромная махина, военная махина, причем там такие ракеты с радиусом 330 километров, они долетают до Тель-Авива и даже южнее, поэтому и будут бомбить из Ливана, это сложнейшая вещь. Второй момент, они пытаются действовать точно так, как Хамас, и там у них вот эти маленькие их подразделения, они все время пытаются прорваться и сделать какой-то террористический акт и так далее. В прошлом году был один террористический акт, который проник один из террористов, их может быть один, может быть два, там не до конца понятно по открытым источникам, они смогли пронести бомбу довольно далеко вглубь страны, и эта бомба взорвалась, к счастью, там не было пострадавших, потому что там кто-то смог обнаружить эту бомбу заранее, но это были эти террористы из Хизбаллы. Это мы знаем точно по определенным, скажем так, характеристикам этого устройства и так далее. Соответственно, они сейчас все время пытаются, все время это стычки армии, там приведены на боевую готовность, там огромное число резервистов, армия, там все, сейчас там все затоточено, все работают, но они смогли по сей день убить несколько нафтных солдат вот этими выловками. С нашей стороны были несколько серьезных бомбардировок, кстати, бомбили там еще тоже уже за пределами. В чем основная проблема с Хизбаллой? Есть так называемое решение Совета Безопасности 17.01, где эта террористическая организация не имеет права заходить южнее реки Литании. А они находятся прямо у нашей границы, значительно южнее. Поэтому мы должны потребовать однозначно, и сейчас должно идти речь о том, там войска ЮНИФИЛ, организация Соединенных Наций, контингент, который ведет себя моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот так. На них невозможно положить еще голубые каски. Как обычно, как обычно. Полностью бесполезный контингент, полностью бесполезный механизм, но он существует. Теперь мы должны будем поставить вопрос ребром, чтобы они сдвинулись, они явно не захотят сдвинуться, может быть, мы допустили в прошлом ошибку, в тот момент, что они перешли вот эту границу реки Литани и спутились к нашей северной границе, у них это Юг Ливана. Может быть, надо было тогда действовать. Сейчас уже поздно говорить об этом, теперь надо понять, как мы их возвращаем за вот эту границу этой реки Литани. Это тоже целый вопрос. Сейчас идут определенные столкновения, они все время эти столкновения провоцируют, все время, и ждут, пока мы на них нападем. И вот тут, безусловно, для нас, как вы сказали, ни в коем случае это не дает нам никаких преимуществ, значит, будем вести войну на два фронта. Поэтому это все находится на таком маленьком огне, каждый день что-то есть, хотя вчера, например, они выпустили 20 ракет по Галилее, это северная часть страны, причем по арабским деревням, там много арабских по арабским деревням стреляли, им все равно, они же, слушай, эти террористы, это люди, отмороженные, понимаете, они отморозкие, это нелюди какие-то, вы понимаете, это в человеческом обличии какие-то нелюди, это звери какие-то, я не знаю, как это, ну вот нет, скажем так, это какие-то психопаты, это уголовник, это страшные люди, им все равно, они по своим же бьют, по арабам, потому что там очень много арабского населения в Галилею. Им все равно, они бьют там и так далее. И вот это все, оно представляет, безусловно, такую сложность. И это действительно такая сложность. И будем, ну, смотрите, мы должны быть готовыми ко всему, и, может быть, что-то начнется там тоже. И нельзя уже сбрасывать после 7 октября никакой сценарий. Это все сценарии на столе. Но желательно нам, конечно, сейчас закончить с Хамасом, а потом уже будем с ними разбираться. Ну, непростой еще один вопрос. Знаете, большинство экспертов из Израиля, с которыми я много общаюсь, говорят мне о том, что Неданьягу власти не удержать. Что в Израиле на него огромная обида, которая связана вот с 7 числом, с безопасностью и так далее. Он ее обещал, он слова не сдержал, ну и прочее. Вы сами знаете лучше меня, что говорят. Но вот вопрос. Ведь говорят о том, сейчас же происходит процесс очень интересный. И вот в Аргентине к власти пришел довольно такой экзотический человек. Говорят, что после... Экзотический. Да. Экзотический абсолютно, да. После, я вчера немножко послушала вечером, ну, интересно. Деликатно, скажем так. Да. Но говорят, что после вот такого качания маятника в сторону, так сказать, там, излишней, там, демократии, либертарианства, еще что-то, маятник качается обычно в другую сторону. И после воен, войн, военных конфликтов очень сильных, больших, огромных, там, террористических каких-то вещей, да, к власти приходят военные. К власти приходят либо военные, ну, официальная армия, там, генералы и так далее. Либо вообще еще хуже, как в Афганистане, да, там, типа, приходит Талибан к власти. Поэтому, вот, что вам подсказывает Антуица? Что будет в Израиле? Кто придет после Нетаньягу? Есть ли у политикума израильского представление о том, если у вас внутри план Б, не в Палестине, а внутри страны? Вы правы. Самый сложный вопрос. Если, скажем так, в войне с Хамасом, все ясно, да? Там понятные цели, понятные задачи, брак, тут мы защищаем дом, тут все понятно. Это ясно, да. В чем, да, тут, как бы, в чем основная проблема? Проблема, что основная борьба начнется после того, как закончится война с Хамасом, там, с Хизбаллой и так далее. Потому что те внутренние проблемы, которые у нас были до 7 октября, они никуда не делись. Они еще, скажем так, они стали еще острее, еще сложнее, и после войны нам их надо будет решать. В общем-то, в Израиле сейчас на уровне этого шока и эмоционального, скажем так, и скорее эмоционального, чем рационального мышления, да, потому что люди находятся реально в травме. Мы еще не дошли до посттравмы. Это потом начнется посттравма. Пока есть заложники, пока есть люди. Слушайте, это впервые в жизни в Израиле, что находятся 120 тысяч официально перемещенных лиц, беженцы в собственной стране. Потому что Хамас, часть этих кибуцов просто разрушили, там ничего сожгли, разрушили, разбомбили. Там ничего нет. Там люди в чем стояли, все. И у нас, Аркадий, как и у нас. Я столько общего нахожу между тем, что происходит в Украине. Вот просто удивительно. Прям параллельные какие-то вещи. Я вам даже расскажу сейчас одну такую интересную вещь, которую, скажем так, военные специалисты уже заметили, но для наших зрителей, да, это интересно смотреть. Все наши танки уже сегодня, они ездят с специальными навесами. Это одно из заключений, которое мы сделали в войне в Украине. Чтобы не были какие-то дроны, которые... И так далее, и так далее. Например, мы поняли, что надо делать, например, вот такое. Там огромная крестьянология между Израилем, Украиной, вот этой войной. Это просто в Украине, к сожалению, это огромные масштабы. Это не сравнить с нашими масштабами, да. В Украине 10, больше 10 миллионов людей, которые покинули Украину, да. У нас вся страна, она меньше 10 миллионов, да. Как бы мы говорим о разных пропорциях, да. Но очень много аналогий. Это действительно так. Теперь, возвращаясь к Натаньяу. У Натаньяу основная цель остаться у власти и как-то выжить. Потому что он прекрасно понимает, что если он уйдет в отставку или его сбросят, то у него три судебных дела, по которому, ну, по одному из них он точно сядет. Вы понимаете, как если мы берем вот так, такую картину. Поэтому у него сейчас говорят, и его обвиняют в этом. То, в принципе, он заинтересован подольше, чтобы война продолжалась, да. Почему? Потому что после войны сразу будет государственная комиссия по расследованию этой войны. И там ему тоже это придется отвечать. Там есть очень много вопросов, которые... Все как у Путина. Да, там очень много, почему бы. За исключением того, что Израиль никого не нападал, но претензии те же самые, да. Претензии там очень серьезные, да. И все, как это делалось. И его обсессия вот с палестинской автономией, да. Давайте усилим Хамас, который будет сопротивляться палестинской автономии. Вот Путина с друг другом сталкивается. Они не с другом сталкивались. Они там сталкивались. Ну, именно они между собой разберутся. Они на нас попали, да. Денежки, которые шли из Катара, чемоданчиками, наличные. За 30 миллионов. За ваши же деньги, да. По 30 миллионов так перевозили. Там еще было много чего, да. И поэтому там очень много вопросов. Поэтому, тем более, это правительство, оно самое, скажем так, оно самое экстремистское, которое было за всю историю Израиля. Придем экстремистки с правым, с людьми, которые в свое время обвинялись в Израиле в терроризме. Это сегодня министры. Министр финансов – это человек, на котором было заведено дело о терроризме. Вы понимаете? Как это человек мыслит, да? Никакого доверия. Вот если проведут просто в честь сомнения, просто в честь сомнения – ноль доверия. Вы понимаете, как, да? Кто ему доверяет? Такие же, как он. Такие тоже у нас есть. Теперь вы правы, что в такой ситуации, на этом эмоциональном, вот для всего, что было, и на этом высоком эмоциональном уровне человек уже не думает рационально. Он идет еще в более крайне экстремистскую сторону. И вполне возможно, что после этой войны мы вообще найдем себе в государстве, в котором люди думают вообще по-ненормальному. Сегодня один из серьезнейших людей, которого я знаю очень много лет, очень такой серьезный человек, и возглавлял структуру Национального Совета Безопасности нашего, он, например, сегодня вдруг сказал по радио, что я просто удивился, ведущая, которая очень опытная журналистка, она тоже ее лично знаю, много лет она уже на израильском радио и телевидении, это была такая женщина, она такая Кера Нойбах, очень известная, очень серьезная, она его и проспросила, это вот как вот вы что, так думали до 7 октября или после 7 октября вы начали думать? А что он сказал? Он сказал, пусть умирают палестинцы, пусть будет эпидемия, пусть они поймут, что это, и тогда, может быть, они остановятся. Но вы понимаете, что это нереально, это 2,2 миллиона. Во-первых, есть международное сообщество, есть какие-то нормы международного гуманитарного права. Он что, сошел с ума? У меня первое... Но самое главное, Аркадий, самое главное, нельзя превращаться в своих врагов, нельзя думать так, как они. Мне кажется, вот это... Наташа, я ехал сегодня утром в институт, я возглавляю программу по изучению России, да, в институте национальной безопасности, считается, один из самых крутых у нас институтов, мы во всех рейтингах, и я ехал, я слушал на параде, я чуть ли аварию не сделал, когда это услышал. Я просто был в шоке, что этот человек, который абсолютно рациональный, умный, серьезнейший генерал, и вдруг он говорит такое, и понятно, что это все на эмоциональном уровне. И вот скатиться туда очень легко. И вот где будет вот эта воля у тех, скажем так, людей, которые находятся сегодня в этом политическом сообществе, чтобы не опуститься вот до уровня вот этих нелюдей. Это очень легко. А, глаз за глаз и начинается вот эта история, да. А, они у нас убили столько, мы теперь убьем они в столько, да. Это страшная история, поэтому... Ну, эта дорога уже ведет никуда. Да. Это дорога ведет никуда. Врагов надо уничтожать, террористов нужно уничтожить, тут безусловно. А все остальное с холодной головой должно, наверное, решаться. Это понятно. Спасибо большое вам. Огромное спасибо. С вами всегда очень интересно говорить, Аркадий. Ну, до встречи. Слава Израилю, слава Украине. Мы все хотим отбить. Дай Бог, мы все победим наших врагов. Да. Дай Бог, победим всех вас. До встречи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.